Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В поселке совхоза имени Ленина работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев. Люди несут все, что может пригодиться в хозяйстве на новом месте. На платформе Расторгуева прошел очередной рейд по снижению травматизма на железной дороге. С начала этого года у нас уже два случая травматизма на железнодорожной платформе Расторгуева. Премьера нового спектакля от народного театрального коллектива ТВИТ. А это обязательно? Ну, одежду снимать. Может, сначала маму-лоу? В поселке совхоза имени Ленина уже две недели работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев. Он открыт на базе кафе у дедушки АУ, которая временно не работает. Вряд ли кого удивил тот факт, что в поселке немало отзывчивых людей. Во время отправки груза в центральный сборный пункт города Видное наша съемочная группа поговорила с некоторыми из них. Под плакатом сбора гуманитарной помощи огромное количество пакетов. А в них предметы гигиены и первой необходимости, продукты и вещи. Несмотря на инструкции, люди прекрасно понимают, что необходимо тем, кто остался без крыши над головой. Я точно знал, что откликнутся все. И то количество гуманитарной помощи, которое мы за несколько дней собрали, оно было ошеломительно. И до сих пор каждый день люди продолжают нести все возможные и невозможные вещи, начиная от предметов первой необходимости, заканчивая такими замечательными вещами, как терки, какие-то сковородки. И, знаете, в общем, не то, что есть в перечне, да, а люди несут все, что может пригодиться в хозяйстве на новом месте или, может быть, после того, как все было разрушено и потеряно. Сегодня этот груз отправится в центральный сборочный пункт округа. Он расположен в Видном, в помещении общественной палаты. Грузить вещи и продукты помогают всем миром, так же, как и собирали. Свой вклад внесли все, от предпринимателей до пенсионеров, особенно тех, кто застал Великую Отечественную и знает, каково это оказаться в зоне боевых действий. Люди пожертвовали со своей пенсией, сколько каждый мог. Откликнулись очень-очень-очень от души и от всего сердца. Я даже не ожидала. Все пришли, принесли каждый, сколько смог. Понимаете? И это мы собрали деньги, пошли закупили. Дети войны, которые у меня в клубе занимаются, они очень довольны. Всего полчаса пути и машина в Видном. Стоит отметить, что не поместилась даже пятая часть того, что собрали. А потому водителю придется несколько раз возвращаться в поселок совхоза имени Ленина. Отсюда из Видного продукты и вещи отправят в региональный пункт, который расположен в Домодедове, а оттуда в ЛНР и ДНР. Мы благодарим всех жителей поселка совхоза имени Ленина. В помощи, в участии помощи сейчас необходима всем. И вы, как взрослые, показываете пример своим детям, что в трудную минуту нужно дать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Пункты приема гуманитарной помощи продолжают свою работу на территории муниципалитета. И тот факт, что от них постоянно отправляются переполненные машины, говорит о том, как много у нас неравнодушных людей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Тяжелая ситуация вынудила предпринимателя из ЛНР обратиться за помощью к России. Заново построить свою жизнь, не потерять налаженный бизнес и обеспечить рабочими местами сотрудников они смогли в нашем городе. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. По распоряжению Министерства сельского хозяйства Московской области, муниципалитеты региона должны обеспечить прирост посадочных мест в общепитах. Ленинский городской округ – одна из наиболее благоприятных территорий для развития малого и среднего предпринимательства. Отлаженная работа социальной поддержки и взаимосвязи власти с бизнесом. В данной ситуации мы видим, что к нам зашел бизнес из Луганска, бизнес сложившийся, бизнес показал себя в непростое время и на территории Луганской области хорошо. И мы, естественно, рады приветствовать их здесь. Неудивительно, что предприниматели из Луганска выбрали для продолжения своего бизнеса в России именно подмосковное Видное. История создания семейного кафе Юрия Мальцева началась в 2012 году. Тогда из маленькой лавки блюд на вынос бизнес потихоньку перерос в мастер-класс-студию, а потом и в сеть ресторанов японской кухни. Но из-за неблагоприятной экономической и социальной ситуации на родине Юрию и всей его команде пришлось сменить локацию. Для этого мы сделали кафе, чтобы наших сотрудников можно было обеспечить работой. Мы сюда приехали, конечно, очень переживали. Не знали, как нам люди отнесутся, как работать. У нас среди очень радушно. Интересуются, как вы, что вы, откуда. А когда узнали, откуда мы, максимально к нам лояльно относятся. Мы тут себя чувствуем, наверное, как дома. Нам очень комфортно здесь. Это кафе в Видном на Березовой было открыто в феврале текущего года. Современный дизайн, светлое просторное помещение. Туалетная комната, что очень важно при соблюдении санитарных требований. Отдельная гордость хозяев, открытая кухня, чтобы посетители могли видеть, из чего и как готовится еда. Люди, которые приезжают к нам с Донецка, с Луганской области, мы им рады. Мы их здесь принимаем, оказываем всяческое содействие, помогаем. В том числе и данный объект, на котором мы сейчас находимся, находится в рамках этой программы. Семейное кафе работает и на вынос. Для этого предусмотрена 10-процентная скидка. Также есть доставка. Несмотря на высокое качество блюд, цены здесь весьма демократичные. Этому, в частности, способствует поддержка арендодателя. Поддерживаем их полностью. То, что и по аренде, и по всему. И везде рассказывают, что есть такие люди, хотят, что они просто приехали сюда, как беженцы, а приехали работать и развивать. Также налоги платить и все здесь регистрируют. Все это делают, как бы, так же, какой-то, и приносят пользу. Хозяин заведения с нетерпением ждет, когда российские военнослужащие наведут порядок в Луганске, чтобы вернуться на родину и начать восстанавливать бизнес. Но и в России закрывать кафе не собирается. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно. Будьте осторожны. На платформе Расторгуева прошел очередной рейд по снижению травматизма на железной дороге. Совместно с представителями пассажирской инспекции РЖД Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сотрудники администрации муниципалитета пообщались с пассажирами и еще раз напомнили, что находиться на ЖД-путях опасно для жизни. Сократить путь и побыстрее оказаться на платформе. Так называемых народных троп у станции Расторгуева немало. Беспечность нередко толкает пассажиров на обходные пути прямо по рельсам. И такая сомнительная экономия времени и денег на самом деле стоит очень дорого и приводит к неутешительной статистике. С начала этого года у нас уже два случая травматизма на железнодорожной платформе Расторгуево по Велецкому направлению, которые привели, к сожалению, к летальному исходу. То бы случаи произошли непосредственно на платформах при пересечении железнодорожного полотна в тех местах, где его пересекать нельзя. С народными тропами здесь регулярно борются. Так только за последнее время силами администрации на станциях Расторгуева и Калинина установлены дополнительные антивандальные заборы протяженностью около двух километров. В минусах ситуации и низкие штрафы для пассажиров, находящихся на ЖД-путях. Сто рублей никого не останавливают. У меня, кстати, есть билет. Но это опасно же. Ну, опасно. А вы видели вот эту конструкцию? Вообще, это же само по себе небезопасно. Ни одного пандуса нету вообще. Ничего. Люди сокращают так движение. Я не призываю никого так делать. Рейды, направленные на снижение травматизма на железной дороге, проходят на регулярной основе. Какое отношение Юсуповская предельная фабрика и революционер Владимир Володарский имеют к одному из поселков нашего муниципалитета, об этом и многом другом можно узнать на фотовыставке, открывшейся в сквере «Юность». Ладыкина Юсупова «Богородская Сталина» как только не назывался ранее поселок Володарского. Именно его истории, начиная с революционных лет XX века, посвящена новая экспозиция, развернувшаяся в сквере «Юность». Организаторы приурочили ее к 570-летию населенного пункта. Это населенный пункт, село Юсупово так было. И деревни были Малый Юсупово, Большой Юсупово, это такие названия. По ним и Осипов Александр Иванович, автор фабрики, русский купец, назвал и свою фабрику. Речь о Юсуповской предельной фабрике, которая долгое время была градообразующим предприятием и фактическим центром культурной и образовательной жизни поселка. Фабрика была не только родоначальницей, но и кормилицей в тяжелые годы, как говорится, и в бедах, и в радости. Вот это все с фабрикой связано. Потому что жилищное строительство тоже с фабрикой связано, воспитание дошкольных детей, шефство со школы. В 1929 году фабрику переименовали в честь революционера Владимира Володарского. И лишь в 1955 году его имя получил и сам поселок. Первые три стенды в выставке рассказывают об истории, о том, как защищали родину, восстанавливались после Великой Отечественной войны, учились и проводили в свободное время селяне. «Хор. Больше 30 человек было в хоре. Мужчины были. А потом хор, конечно, много лет существовал. Это был один из первых кружков вообще у нас. У нас в каждой деревне был маленький хор. А потом в начале 20-х объединился. И потом уже послевоенный он уже был большой. Оркестр свой духовой». На последнем стенде традиционно отображена современность. Сейчас в поселке Володарского более 10 тысяч жителей. Практически областной город. «Этой выставкой мы хотели бы начать рассказывать истории наших поселений. И поэтому у нас огромная просьба жителям других поселений, у которых есть старые фотографии, чтобы принесли в историко-культурный центр. Мы их отсканируем и вернем». Всего на выставке 48 уникальных фотографий. Их предоставил музей поселка Володарского, который, кстати, отмечает в этом году 57 лет с момента своего основания. «Фотографии впечатляют своим временем, которое тут отражено, и лицами, которые мы видим. Они какие-то совсем другие. Взрослые, в то же время очень одохотворенные. Первый выпуск Сталинской средней школы. 41-й год. Прямо вот смотришь на них и понимаешь, люди готовы к суровому испытанию жизни в любой сфере». Оценить экспозицию можно до конца апреля этого года. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В день празднования 45-летия народный театральный коллектив «Твид» преподнес своим поклонникам подарок – премьеру спектакля по пьесе Светланы «Потраевой. Нелепая жизнь Гения Петровича». В главной роли – один из старейших актеров театра Кирилл Музалевский. А вместе с ним – целое соцветие прекрасных актрис «Твида». Елена Матрёнина, Анна Федотова, Елена Столярова, Наталья Алипа. Зал смеялся и аплодировал. Среди зрителей была и наша съемочная группа. «Могли бы позвать меня и сказать, твоя старая морда всем надоела. Ты свое отыграл, ты маму, ты динозавр». Гений, он же Геннадий Петрович – актер, переживающий о том, что с ним не продлили контракт в театре. А между тем из него постоянно тянут деньги – жена, дочь и активная мама-пенсионерка. Давая понять своим женщинам, в каком положении оказалась семья, он решает воспользоваться советом дочери-школьницы и поискать работу в интернете. Но тут неопытный пользователь сетей попадает в поистине смешные ситуации. А спектакль задумался, какой бенефис. Полностью, абсолютно, вот и до. Но где бы я был без партнеров? У меня здесь семь замечательных партнеров, без которых спектакль, разумеется, не состоялся. А уж Сашка Родителев, он просто – это раствор цементный, который все скрепляет. В общем, друзья мои, театр командный работал. Александра Родителева и правда на сцене никто не увидел. Зато услышали его голос, хотя и тут пришлось перевоплотиться. В программке среди действующих лиц и исполнителей указано – голос из скайпа. Это что за роль? Это самая ответственная роль. Это роль работы голосом. Не выходя на сцену, нужно сыграть роль. Роль нескольких королей даже. Друг, товарищ главного героя Олег и голос специфический. Очень интересный голос нетрадиционной ориентации человека. Ведущая актриса театра Елена Матрёнина, как всегда, превзошла все ожидания зрителей. Сыграв роль матери Гения Петровича, совершенно не согласной с тем, что ей уже далеко, как говорится, «за», актриса испытывала удовольствие от игры, а вместе с ней наслаждался и весь зал. За несколько минут до премьеры Елена описала свою роль так. Ну, я мама театрального актёра, но и о себе не забываю. Ну, в общем, и всё пока. Эксцентричная взбалмошная старушка такая. Взбалмошная старушка, к слову, и глазом не моргнула, узнав о Музе, Лире и Жене, трёх пассиях своего сына. Зато супруга главного героя показала, какой может быть ревнивая женщина. Я знала, я знала, женское сердце не обмануть. Трое детей, трое детей, что мы будем со всеми делать? Воспитывать. Наконец-то займёмся делом. Будем воспитывать детей. Так, у Лиры трое детей, с которыми вечные проблемы. Музу посетила Муза, и она пришла в дом главного героя, чтобы прочесть новые творения. А хранится из магаза Женя, настоящая боевая подруга-гения. И каждая в жизни мужчины занимает важное место. Всё объяснимо. И все уже спокоены. Но тут новая гостья. Можно войти? Нет, нахер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуй, Вера. Да, здравствуйте, Геннадий Петрович. Гений, он Гений Петрович. Я поняла. Гений Петрович, здравствуйте. Мы забыли вам контракт новый распечатать. Да здравствует театр, жизнь продолжается. Такими словами завершается спектакль. Зрители пока ещё полны впечатлений, а режиссёр Лариса Гейлис наконец может выдохнуть. Ведь пока шла премьера, она глаз не отводила со сцены. С ними проживаю все их образы, проговариваю все их слова. Живу с ними вместе. Премьера спектакля «Нелепая жизнь» Гения Петровича стала замечательным подарком к Дню театра всем ценителям этого искусства. Ну а на телеканале «Видное ТВ» постановку можно будет посмотреть в понедельник, 4 апреля в 19.50. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова